Степка, только не надо этих разговоров, давайте на месте рассчитаемся. Интернет-магазин дженериков Viagra India. Это мужская онлайн-аптека для поднятия семейного счастья. Работает уже 5 лет. Качественная продукция. Цены дешевле, чем в аптеке в 5 раз. Бесплатная доставка по всей России. Ссылка в описании. Конфиденциальность гарантирует. До танка мы еще решили, по совету нашего тренера Георга, он говорил, если будете пить, пейте как раз на вино. Георг, мы прислушиваемся к твоим советам. Причем, что сухое, между прочим. А что за ты не наливаешь? А Степке? Для смелых. На ход ноги. Степке жена не разрешает. А Степке потом Вову придется звонить, если Степка вывезет. Слушай, ну Степка, смотри, ну красивая. Бизнес свой есть. С деньгами. Я тебе больше скажу, землячка моя. Как что привыкать-то? Ну просто что? Привыкать. Землячка моя. Да? Да. Из Кубекова? Из Кубекова где? Никого. Минусинска что ли? Минусинска. Уйдешь, подвинься? А вы не в курсе, что Абакан и Минусинска это одно и то же? Здравствуйте, я вас, идете. А вы знаете, что есть помидоров-то абаканских нет, есть только Минусинска? А вы знаете, что есть еще усть Алибакана? Давайте. Вот с Абакана есть. Давайте за, ребят, за Купикайф, за Аню. Давайте. Аня, Степа, совет вам до любовь. Горько. Горько. Кто привыкнул? Нет парня, она же говорит. Ну что ты. Она сказала, нет парня. Да кто там говорит, говорят. Пользуясь данной миланстью, хочу спросить вас, Степан, готовы ли взять жены Анну? Семенович. Анна, готовы ли вы поступить в брак со Степаном? Извините. Мне надо подумать. Связь проживалась? Извините. А Степа уже кольцо приготовил. Степа тебе под... Степа тебе под... То есть ты нет, да? От коряшки. Нет, я да. Ты сейчас за любовь, ты сейчас был на ружье, женишься. Ну и что, вы пьем за любовь. А что, ружье такое же, как и женщина. А то на двухстволках. Слышь, только отдача большая. Игорь, я готова тут, не исполняйте. Вы пьем за любовь, за любовь. Так я его пьяного люблю. Я его обожаю вообще. Когда он трезвый, он не такой. Нет, я могу, конечно, вам испортить настроение. Марика пригласить. Что, звонил? Нет, вчера звонил. Дозвонил сюда Марика? Я не готов к этой коллаборации каналов. Ребята, короче, нас тормознули гаишники. Степка, он там за этим, за Киев, за этой. Степка как растрепка. Степка как растрепка. А я вам хочу пока рассказать историю, что сейчас, сейчас надо по-другому все. У все, пока эта розетка выпала. Да это Вадик отстегнулся. Вадик, зачем, когда мы остановились, пристегнулся, а сейчас отстегнулся. Ну, сейчас отстегнулся. Короче, у меня как-то раз оставил гаишник. Видите, у него такая шапка, вот эта формовка. Я еще на Волге ехал, не знаю, это лет, наверное, 15 назад было. Родители вез в даче. И тормозят меня гаишники также на дороге. Видимо, им этот прибор не дали, или что. И он это, так, я говорю, а за что тормознули? Я говорю, вот документы, все. Он так шапку снимает, так, вдыхните в шапку. Я, вон, езжайте. То есть, реальная история, не пиздешь. В шапку дышали раньше. А потом песня вышла. Когда тормозит меня мусор. Наверное, был я бухой. Бой адрес не дух. Вон они, короче. Смотрите, ну этого отпустил, а Степку, вон. Степку крепят за бухлот. Ну, вам вчера всего я два ягермайтера видел. Да ничего, не будет. А, не будет ничего? Не покажет? Да. Ну, максимум 2 промилле. Да, и максимум 2 ягермайтера покажет. Что там, давайте. Ревизоры для гаишников. Здрасте, ты что остановили-то? Здрасте. Скорость превысили. А, Степка, ты что, скорость превысил? Сам в шоке, я думал, 70 ехал. 102. Что, штраф? Конечно. Степка, только не надо этих разговоров. Давайте на месте рассчитаемся. Нет, у нас так мало. Молодой какой на фотке, а? Ну, он и здесь не старый. Да ну, здесь, смотри уже. Второй подбородок уже все. Здесь уже все. Ну, это второй подбородок, это же не от старости. Отчего? От жишки? А что, кстати, там стоят, здесь стоят? Что так много? Операция «Трезвый водитель»? Да, выше, нет, выше. Да выше, нет, выше, нет. Нет, прямо они вот здесь буквально через, там, километр нарастают. Да, мы не видели. Так что они там всех стригут до вас еще. А у вас Wi-Fi корпоративный? Да, нет. А, через симку, да? Ну, долго, да, ищут? Ну, видите, такая связь. Так надо было вставать под антенны, где свет получше. Здесь антенна полная. Уже смотрит ролик про банан уже нашел, смотрит. Как это имя? Имя как? Ну, я же не фамилию уже спрошу. Я же значок, кто я не снимаю. Ну, просто имя как? Дима. Дима. Дмитрий. Что там нашел? Да, Ведиха снимает. Ролик нашел, 9 миллионов просмотров наш. А у вас как имя? Просто имя, без фамилии. Василий. Всегда хорошие люди, везде есть. Даже в ГАИ. Вася, поднажми, торопимся. Ладно, все, ребята. Дима. Все, спасибо. Вася. Спасибо. Удачи вам. Не тормозите людей хороших. Что? Ну, ничего. В 110 ехал, все, почет, что. Ой, Вадик, ну-ка, улыбнись. Нет. Покажи зуб. Почему у тебя есть кнопка play на этом? Нажать надо? Чтобы заиграла? Подожди. А то, что он бухой, а то, что у него тренировка, блядь. Это никого не волнует, блядь. Просто ехал в 100 дней. Просто два эгермайстера. Не, а там он с ним разговаривал. Он в шапку дыхнул, не пахнет. Дыхнул в шапку? Я шучу. Ты пиздобон. Да? Согласен. Но вот ребята, блядь, по пиздобольству никто не переплюнет. Меня нет. Как ты, блядь? Ребята, он реально девкам наваливал, что у него у дельфина ванной жил. И они верили. Так что, так до сих пор половина подписчиков верит, что Вадик, блядь, в армии служил. Носелки Макдагоча, блядь. 13-е ДШБ, блядь. Ребята, переведите, пожалуйста, на английский мир, дверь, мяч. Пиздор болт. Ребята, вот у меня фотка, кстати, с этим гришником в инстаграме. Переходите на наш инстаграм, ссылка в описании, там фотка охуенная. Сейчас я вам покажу. Степка, ну что рассказывай? Ну что? А что ты высел? Тонировку включил. Нет, Степка, мне вот просто интересно. Ты открыл окна, пристегнул ремень, но наху это 110-то ехал перед гаишниками? Чтоб тонировку у меня было видно. Нет, они стреляют издалека, я их не заметил. Долго. Ты тонировку сделай, а нормальную. Тонировку уже сними, натура, ребят, заебался. В холоде вот там сидеть, перед гаишниками окна открывать. Ты еще кланяйся и выходи перед ними. А на тонировку так и делаешь, я отвечаю. Вадюша, ну что, куда едем? Мы сейчас едем харчеваться. Погоди, мы танки едем снимать? Да, сейчас танки еще едем. Нет, давайте сначала пожрем. Нет, давайте танки, может время уже без пяти, 12. Ну я жрать хочу пиздец. Ну быстро поснимаем мы это. Ну давай. В общем, ребята, приехали на куда-то, не знаю, в пинтбольный клуб. Здесь смотрите танки. Самолет даже стоит. Без пропеллера почему-то. Офигеть. Самолет. Какой-то этот, самоход какая-то. Я думал, такое чувство, что он из этого, из пластика сделан. Что, он реально на ходу? Да. У меня через дорогу, блядь, тоже танк стоит. Был, но сейчас не очень. Но он вообще не поедет. Так а сегодня же это, да, ребят возите? На этом танке или на ком? Андрей, на этом танке вывозим или на БМП? На этом, говорю, танки вывозим. На БМП поедем. Это через одну. БМП это вон, на которой я служил. А, это где-то в гильзу срал? Да. На Красной площади. Вадик, подожди, в какой парад? Вадик, вот сейчас вот, вот сейчас вот, расскажи вот эту историю давай, про гильзу. Не, подожди, еще раз. Ну расскажи. Ну вам, пацанам расскажи. Ну нахуй надо. Пойдем, ну расскажи. Да, не ты нахер. Ну, Вадик, ну расскажи, пожалуйста. Давай, пошли пацанам. Пошли, Вадик, пацанам. Не надо это. Вадик ехал. Вас как зовут? Меня Андрей, его тоже Андрей. Меня Митяй. Знаем? Вадюша, расскажи. Меня Вадюша. Да я знаю. Расскажи, Андрюхе, как ты в танки ехал на Красной площади. Нет, у нас просто был парад, мы ехали на танки, и мне просто захотелось в туалет по-большому, блядь. И просто, ну там вариантов никаких, и мы действительно разобрали снаряд один нахуй, в гильзу навалили нахуй, и опять его собрали, блядь. А Андрюхе, смешная история? Ну, не было. Неплохая история из девяностых. Сейчас бы жарю дежавю, у меня где-то это было. Мы приехали, так же стоят танки. А, дежавю? Ну, такое бывает все. Это перерождение твоего сознания. Ты сейчас бабочку превратишься. Как бы сказал, Руслан, доношу ли? Подожди, ты сейчас бабочку превратишься. А вот это, наверное, это, как вам сказать, мухобойка, нет, или как он называется? Кенгурятник. Кенгурятник, чтобы этих мирных граждан распихивать. Почему на веру, ты же слушал, ты же знаешь. Нет, я вам говорю. Ты же в гильзу срал. На самом деле, вот без шуток, без всего, у Вадика дед, парад на Красной площади принимал или отдавал? Отдавал, наверное. Не отдавал, а как бы возглавлял. Ну, покажи, как он, как ты срал в гильзу, как ты так выглядел? На Красной площади проезжает расчет Кантемировской гвардейской 31-й дивизии Спаса-Кукотского батальона. Спаса-Кукотского батальона. 12 тысяч за вот эта камера стоит? 10. Дмитрий, вот эту за десятку, да? Угу. Вот, Вадик, вот такую вот купи. Все, просто GoPro, не надо этого ебонов, ничего. Он поешал, выходит футал. Рома, я работаю, как завещал Лао Цзы. Работай, не работай. Работа должна нравиться. Как-то у него стоечка подпекает. Подвеску не перебирали. Это как правильно называется, Андрюха? БМП. Боевая машина пехоты? Так она почему с пушкой? Потому что. А у нас были БМД. А это что, боевая машина десанта? Да. Все, хватит, спасибо. Может, толкача? Наташа, я только в душе летчик. Если что, я на тебе женюсь потом. Береги машину. Через 9 мужей на 10. Кино, видели 9-я рота? Вот здесь вот мы винишко делали. Здесь вот. Сюда входят 4 ведра чистейшего ректификата. То есть заезжаешь в кишлак, обдираешь какую-нибудь сливу. Или там персики. Все это вот сюда, вот специальная крышка. Покажи ребятам. Специальная крышка выкручивается. Сюда это все пихается. Подожди, Вадик, а как обратно? Переворачивается? Когда сливать, то снимается дверка. То есть молодые ее держат, наливаются и потом обратно ездят. Не этим, не подсосом, что ли? Подсосом это когда в какой-нибудь кишлак заезжаешь, там нашел, ахчи, блять. Да подсосом. А так вот переливаешь. Ахчи. Апчи, блять. Так ты где служил-то? В Сирии? В ИГИЛ. За ИГИЛ воевал? За ИГИЛ. Нет, тогда говорят, это по-другому называлось. Как? Это гусеница называется трак, это вот фиксирующие пальцы. То есть если вдруг что-то взрывается и гусеница распадается, есть специально обученные люди в армии, которые выбегают там с ломами, с монтирками, со всякой сляпой и вот это все натягивают, натягивают, обратно-то все вставляют. Подожди, а потом говорят, гусеница восстановлена, можно ехать. Тыщ! World of Tanks? Да. Все, Вадик, какой танк прокачал вообще World of Tanks? Ты танк по трейдину брал? Так, ребята, хочется кушать, что я даже интервью не могу давать. Что переночевать негде. Тебе скажешь, ребята, поедем в Девногорск, наберем рыбу. Поедем? Наберем рыбу, ребята, горячего копчения этого. Подожди, Вадик, вот когда ты в армии учился водить танк, у вас там это, сержант сверху не... Я танк не водил в армию. Я прыгал с парашюта. Я разбирал самолет, то есть там, вот эта вещь. Обратно собирал две детали лишние. Не, они не лишние, просто они запасные. Ну, а что, в принципе-то, что, ну вот танк, ну поехал бы он. Какая разница? Ну, блядь. Ну, не поехал, посмотрели танк. По Красной площади проезжали. Потрогали и ладно. Потрогали и ладно. Гвардия, сержант, Владимир Движевич. Не, ну они сейчас заведут его там, через полчаса его. Через час заведут, но мы-то уже жрать хотим, мы хотим в Девногорск поехать. Замите, ну что ты там, блядь, в Девногорске ближе, давай пожрем. Закрой твой паяльник, там 30 минут ехать всего лишь. Ты считаешь, то же самое, что сейчас здесь жалобы 30 минут, как танк заводится. А то сейчас мы силой монтажа, ребята, окажемся в Девногорске. Оп, и мы в Девногорске, ребята. Вот она рыба, наша. Вон она ГЭС, если вам видно. Здрасте, а что, где ваша сменщица? Отдыхает, она же не может работать. А вы же нас знаете, да? Конечно, я поняла. Вы же знаете, что вы нам бесплатно рыбу даете? А? Ну, не бесплатно. А вас как зовут? Меня Людмила зовут. Людмила? А где Руслан? А вот мне зовут коптит рыбу. Ну, давайте нам харюза, что? Сколько вам? Ну, всего, наверное. Всего прямо? Ну, в смысле. А сколько у вас там? Как вы так удивляетесь? Ой, а вот это здорово. Это форелька, попробуйте. Ну, отрежьте. Горячая, это пищеняно. Это полумельчок. Ага, сейчас, сейчас, поделюсь, поделюсь. Вторую уже не будете готовить, если вы возьмите. Что делать? Вторую не будете готовить. Не понял. Вторую не будете готовить. Вторую? Да, да. А компот? Ну, компот, это же другое дело, это другая песня. А вот. Держите, попробуйте. Ой, с удовольствием. Михалыч. Михалыч. Форель горячего копчения. Ребята, а сколько она стоит? 850 килограмм. Вам по 800 посчитаю. Она с килограмм, наверное. Ну, вот, 800. На 890 рублей. Что, берем, Михалыч? Берем, не гляньте. Да. Давайте. А где у вас здесь мусор на поиске? Обросайте у нас собаки. Да, бросай собаки в свою руку. Так, сколько хорю дочков? А бутылки тоже собаки сидят? Ребята, ну, какой ты сюда приезжаешь? Какой это рыбный рай, а? Хорюзочка, сколько вам горячего? Давай. Посмотрите. Сколько? Хорюза. Хорюза сколько? Весь он. Весь, говорю. У нас просто Михалыч пенсию получил. 5000 рублей. Вы видите, классно как. Я тоже пенсию получаю. Это слабосоленый, да? А? Слабосоленый? Это свежий. А, вообще свежак? Только из воды, да. А на что, ловят на сети или на что? Ну, на сети, конечно. А где здесь, что ли? В Венеселе? Да. И вы его коптите, да, горячего? Да. Он там в холодильнике? Нет, не там. Дима. Дай-ка я откушу. Самую жирную. Ммм. Ммм. Есть влажки? Да. Ну-ка. Это хрящик. У меня. Ты уже порезал, что ли? Да, Георг. Ребята, мы как-то в прошлом видео с Михалычем показывали, но если вы не видели, то вот коптильня из холодильника берется. Вот здесь ведро под низ ставится. Оно у нас это ведро. И вот там идет огонь. Фу, нифига тут прям смола. Все в смоле. Ну и все, идет огонь получается там, или что, или дым. Решетка какая-то радиатора. И все, здесь вот вешают рыбу, и она коптится. Просто в холодильник берется наш легендарный красноярский. Ребят, рыба недорого. Берем рыбку, ребят. Хариус горячего коптения. Пойдем. Селитерный нет, а? Уже съели. Нет. Селитерный весь съели. Нормальный берем. Да. Ребята, вот она, изнанка рыбного бизнеса. Ну вот, а если вот вы сегодня вот это не продали, да, вот, что висит. Куда вы это делаете? Завтра продаем. Не, ну а вы куда? Вот это как убираете? Куда? В холодильник вот, или куда? Ну, или в холодильник убираем, или сами съедаем по знакомым. Да? Смотрим уже. А можно мы будем вашими знакомыми? Ребятушки, мы приехали, в Красноярск вернулись. И, как бы это глупо не звучало, Михалыч, озвучь. Почему ты меня постоянно знаешь? О, главный по тарелочке. Подожди, подожди. Да, дай сюда. Я таки хочу передать перед Мишей и всем, и всем нашим. Короче, мы пьяные приехали за спортивным питанием, ребята. Вот, Макс, спортивное питание, Олимп. И там, между прочим, нас должен ждать наш тренер. Там сейчас будет Георг, притворись трезвым. Привет. Привет, Макс. Жека. Здравствуйте, Степа. Не до сюда, Георга. Георг, что ты говорил, еще хондроитин, да? Для суставов там? Что для суставов? Наелся, напился, неделю не тренировался и прячется за меня. Маечку не хочешь, а все пойдет. Не, ну правда, что? Так, ну, смотрите, тот же самый набор, да, делаем. У вас все закончилось? Да. Ну, нет. Ну, как смысле, там, ну, на дне. Давай вам банановый или что? Да, какие вкусы? Давай, я банановый. Нет, банановый. У тебя макачино, да, был? Ну. А у меня, у меня тоже макачино. Что, у меня? Что, у меня два одинаковых или с печеньем шоколад? Понятно. А есть со вкусом харюса? Со вкусом майяна, наконец. Вы что, где отдыхали? Когда? Вы Георгу говорили на вдохе. Морда пьяная. Мы где отдыхали? Вчера Максимилинс. А сегодня? Сегодня Диноборска. Сегодня Диноборска. Телебо-зарелочке устреляли. Двух из них. Я знаю, чем это закончится. У нас сегодня добавляется или остается все то, что было? Андропротет, когда вам добавлять? Я так понимаю. Что добавлять? Андроитин для суставов. Для суставов? А, да, вот это вот. От головы что-нибудь дать еще. Анальгин. А, это тренировочный конкурс, да? Угу. Притреник даю один. Вы его попробуете, потому что вещь такая, ну, индивидуальная. Кому-то подходит один, кому-то другой. По применению сразу рассказываю. Будете наливать по 15 миллилитров. Угу. Утром натощать, перед видать. Угу. Когда? Утром. Утром встал, сразу выпил его. А те витамины, которые мы пьем, их пить? Витамины, да. Таблетки пить. Они же остались еще. Ну да. Да, допивайте. Так же. И еще плюс это? Это для суставов. Витамины, они общего назначения. Чтобы лягушки не валяли. Холодец, который... Чтобы сам не болел, чтобы основной... То есть холодец, Михалыч, больше не есть? Я вот холодец, который думал выпросить, получается. Нет, холодец ешь. Холодец. Холодец, он настолько не помогает. То есть холодец... Я понял. А как это министр у нас работает, женщина? Голодец? Голодец. Так. Подожди, вот это вот. Это притренировочный комплекс. На тренировку приезжаете, сразу можно прямо на ресепс. А, на ресепс будет? Да, да. В общем, как разводить, смотрите. Там есть мерная ложка. Одну мерную ложку, где-то 200 воды. Выпили. Все. Где-то через... Пока размялись, переоделись. Через 20 минут это он начинает работать. А что он делает? Это энергетик. Это наподобие, знаешь? Хороший энергетик. Наподобие этого, что ли? Эллиотерококка? Да. Ну, эллиотерококк. Эллиотерококк, как он, он больше, ну, для здоровья такой. Понял, понял. А это конкретно... Эту-то еще одну, да? Да. Это позже, он получает, алькарнитин. Поговори. АБЦА. АБЦА еще есть, кстати. АБЦА еще дофига больше. Стоп. А еще остались? Ну, полбанка. Вы смотрите, как закончится в любом случае. Нет, смысл БЦА брать. У тебя БЦА же, Михалыч, тоже много еще? Да. Ну, у меня БЦА еще больше полбанки или полбанки еще. Полбанки тут нормально. Ну, смысл ее брать. Как закончится, просто чисто за ней не можете подъехать и взять. Не обязательно ждать, но пока. Все закончится. А можно вот эту Михалычу померить? Где сцепи, которая? Новые наушники. Давай, может, ладим. Подожди. Давай, моя хорошая. А чей это мотоцикл? Это мотоцикл Зэда. Что такое Зэд? Подожди. Зэд из дэд, бэйби. Зэд из... Ребята, как бы они не принимали спортивное питание, алкоголь делает свое дело. Поэтому эту шапочку в мире Михалыча. Франкенштейн. Фу. Ты что хрюкаешь, Вадик? Кайф. Вот он, настоящий боевой пидорас. Ребята, у меня один из вопросов. Почему мы шоколадки не набираем? Дайте нам шоколадок. Не надо? Попробовать одно. А есть какая-нибудь скакалка мягкая? Георг просит. Чтобы помягче было. С этим, с ворсом таким, чтобы прежде прижигало, но с любовью. То есть получается, что мы где? Мы сегодня в профсоюзов сколько? Профсоюзов 17. И тот у вас на 9 мая. 9 мая, 26 А, дробь 4. И еще третий. Два. Третий после Нового года. Надеюсь, получится. Понятно. В общем, ребята, ссылка на профильное питание. Олимп в описании. Кому тебе надо, все есть. Кому нужны мягкие скакалки. Даже есть рыбий жир, омега-3. Мягкие скакалки кому нужны. Например, Георгу. На, спасибо, Жень. Сейчас я все упомя. Будем каждый раз это есть и тебя вспоминать. Мы как будто тренируемся в ММА где-то, да? Как будто у нас тренер Георг. Как будто у нас тренер Георг, но мы в ММА где-то тренируемся. Берем сейчас. Все, ребята, мы поехали дальше. Я хочу тебе задать такой вопрос. Где ты встретил этих двух ублюдков? В интернете, Вадик, где? Я спросил вообще не тебя, а человека, который намного уважаемый, чем ты. Он говорит, что ты сейчас тебя не пьет, блядь. Слово предоставляется заслуженному мастеру спорта. По киокошонкай карате. До. До, после. Бег на длинные дистанции. Без, за. Георг. Фамилию не знаю. Арусинян. А Витисян. А мы там, все равно Айян заканчивается. Айян пиво тоже армянское? Да, да. Послушайте, пожалуйста. Это, 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 да, это уже кроме шуток, просто действительно человек, который позволяет себе пиздить, как бы, уже скакал, тем я бы, шуткинал, там, ну, надругался бы над ним. Он просто еще, как бы, толерантно к ним относится. Я понимаю, что... Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Короче, как я их встретил? Скидывает мне парень, вообще, я его не знаю. Он мне скидывает, Георг, тут ребята хотят заняться ММА. А я там на тот момент с тренировки вышел только. А ММА-то что? Момография, мамография, знаешь, что такое? МРТ. 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 Вот, скидывают вашу ссылку. Я такой, раз, открываю, а я вообще не знаю. ММА? Миксит Машалар скрывается. А-а-а, конгрегуляйшн. Вид спорта такой. Вот, скидывает мне, говорит... Красноярскому феру на... Да зафикс! В элик, тихо. С Георг, они хотят, это, заняться ММА. Я говорю, ну, скид... А, мне сначала пишет. Говорит, ребята хотят заняться ММА, там, как бы, не хочешь взять? Я говорю, как бы, я в основном тренирую сейчас персональный. У меня есть там, как бы, ну, можно соединить в группах. Вот, которые пацаны тренировались. Вот, Рамазан, потом, кто еще? Вот, это Вася. Вася, понял? Ну, я понял. Вася, одно слово Вася. Одно слово, вот, Вася. Вот, и... Которого калаш на спине наколот. В виде розочки. Да. Пишет, пишет, я говорю, ну, ты скинь, как бы, скажи, чтобы это... Я по-другому говорю, давайте ссылки скину. А я вообще про вас не знаю, кто такие Рэдисоны, кто такие каналы. Семья Рэдисона, вы же. Я вообще не знал, что такое, что такие, что там вообще такое, там, каналы, блогеры. Ну, как обычно, спортсмен, чисто двигается по своей теме. И тут прошло, прошел месяц, и у Георга 7 тысяч у самого на канале подписчиков. Уже 8. Уже 8? Вот. Ссылка на канал Георга в описании. Так что, это, скидывает, как бы, я говорю, ну, раз смотрю, думаю, что такое 9 тысяч друзей. Я сначала, честно, думал, что, ребята, я... На хунях одни, друзья. Я такой, раз смотрю, думаю, блин, фотка с Быковым, да, с Анатолием Быковым. Я думаю, ну, может, депутаты. Какой-то серьезный человек, видимо. Я думал, что депутаты, ну, я думаю, ну, напишу, как бы, это, сейчас. На вы, да? Ну, просто потренироваться решили, там, что-то. Да, потренироваться, думаю, мало ли, ну, как бы, слышали. Про меня, так, ну, ребята слышат, говорят, все, пишу. И так, вот, получилось, ты же мне написал, да? Все, там, ты хотела. Жен, на то, в случае чмо. Нет, я там, нет, написал мне ты. Да. Типа, что, вот, у меня есть клуб, могу потренировать. Да, я сказал, могу потренировать. Да. А я пишу, что, типа, ну, я пишу ему. Я говорю, а ты, ну, подписчик или вообще, ты знаешь, как она лягут? Нет, не знаю. Ну, Георг мне пишет, типа, нет, мне, а что я снимаю, Георгий? Ты почему, когда говоришь камеру, не поворачиваешь себе к лицу, а? Нет, это, типа, нет, не знаю, типа, ну, я вот только, мне написали тоже, короче, какая-то, какая-то сваха, которого мы уже, кстати, рекламировали. Ну, я так, это шутка, ну, там, парень, спасибо тебе. Никита вообще. Никита Хрущев. Он написал, короче... Да, я про что пошутил? Ну, как его зовут-то его? Никита. Его Никита, да? Да. Я думаю, он ему сказать спасибо, да? Да, Никита, спасибо, что... Никита, спасибо. Воссоединили наше сердце. Ты как Роза, это, Роза Себитова. В программе давай поженимся. В любимую возьму. В любимую, скажем, да. В любимую возьму. Ну, вот сколько вы, получается, занимаетесь? Месяц уже? Нет, то есть, по количеству брать, это три раза в неделю, да? Это месяц. Месяц? Три раза в неделю. Да, учитывая то, что я еще все равно бегаю уже. А в общем, ну, месяца нет еще. Ну, если вот 30 дней, четко считаю. Почему уже есть? Уже больше даже. Мы решили числа 8 или 10 сентября, а уже 18 октября. 18 октября, нет, я не про это говорю. Что вот если вы 1, 2, 3 число, вот если бы вы каждый день занимались, месяца-то нету? А, нет еще. Нет, нет. Ты и года не пройдешь, что так месяц? Нет, все равно у меня, считаю, у меня получается один выходной, только воскресенье, и все. И то на прошлой неделе его не было. Ну, тогда так, вот если читать, когда я смотрел, кстати, видео, вот эти все малашки, ну, меньше месяца, ну, результат хороший. Я говорю, ну, знаешь, мне нравится, когда я говорю, все, Митяй, там, лево-право, малаши, все, понял, там, уже чук-чук-чук, малаши. Ну, пожаловка. Ну, че ты льстишь, ну, какая мамаша, ты же, блядь, мамаша. Мамаша. Мамаши. Нет, ну, я даже, у меня на тренировках нет, я инстаграм просмотрю и думаю. Малаша, мамаша. Че же я пропустил. Нет, а серьезно, у меня сейчас такое складывается, что тренировки пропустил, че же они там, вперед-то меня ушли. Ну, конечно, у меня сюда так нельзя вообще пропускать. Я сегодня утром завтракал. Гречка с молоком, яичко, как положено все. И по второму каналу шло хребое зеркало. Евгений Ваганович Петросян. Я смотрел Петросяна сегодня утром, я не знаю, почему все на это бонят, но Евгений Ваганович. Стой, ты заслужишь утку, Евгений Ваганович. Когда жена мужу говорит, муж жене говорит, ты где? Она говорит, я в норе. В какой норе? Ну, я в норе. Сколько раз тебе говорит, не в норе, а в Рено. Хорошо, что я ей Пежо не купил. Я помню эту шутку, потому что я знаю, что так обозначается значок Пежо. Почему это значок-то? Ты не понял эту шутку вообще-то, если что? Норе и Рено. Пежо. Вот так вот шутят Генни Ваганович, что ли, не поймешь. Простите. Ты знаешь, я глухонемой, прошел в салон, Рено покупает. Ну и показывает ей. Ты на камеру покажи, нормально. Нам, да что, полизать, пососать? Пососать, показывает ручку дайте, дает, пишите, Рено в лизинг. Где-то, короче, армянская свадьба. Поляна накрыта, все, там родственники, залеют на тосты, по полчаса, по 40 минут. До русского очередь доходит, вот такой фильм поднимается на парик. Что-то я хочу, чтобы у меня невеста отсосала. Там гробовая тишина, и стоит свидетельствовать, здоровый, пиздец, кто такой. Нет, нет, именно невеста. Ребятушки, хочу вам представить проект Романа Веселого «Переломный момент». В этом проекте Роман снимает видео про людей, про их переломные моменты, про взлеты и падения. Как говорит Роман, это именно тот проект, который он всю жизнь искал и которым хотел заниматься. Ребятушки, если вам интересно, как люди преодолевают свои переломные моменты, переходите по ссылке в описании к видео. Ну а я заканчиваю на этом наш видеоблог. Ждите следующих видео. Все у нас будет хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова